МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы знаем, что для аграриев ежегодно погодные условия сказываются очень значительно на их условиях работы и на их результаты. Этот год был не исключением. Наверное, он был на протяжении последних 10 лет одним из самых сложных. Погодные условия не позволили нам в полной мере реализовать наш потенциал. Но если есть система работы, есть система защиты, ухода, тогда и будет результат. Нам все-таки удалось получить неплохой результат зерновых рапса, сахарные свеклы, заготовили в достаточном количестве в необходимом ассортименте травяных кормов. Поэтому это все позволяет вести животноводство на достаточно высоком уровне. Скажу, что по истечению этого года, 2019-го удой на одну корову составит у нас 8400 килограммов молока. Ставим для себя задачу увеличить производство продукции. В связи с этим мы ведем строительство новой молочно-доварной фермы «Смуга». Два помещения в макционерном обществе «Брестский аграрий», поэтому всего будет в 10 цена вложено порядка 6 миллионов рублей. Рекордная сумма за все развитие сельского хозяйства «Рассвета» за 70-летнюю историю. Увеличение производства продукции качественной позволит иметь большую выручку, а это и увеличение заработной платы, естественно, что ставим перед собой задачу. В этом году практически она у нас будет около 1000 рублей, средняя заработная плата, и в дальнейшем повышать заработную плату, приобретать все необходимые основные средства для увеличения производства продукции, ну и создавать социальные, экономические блага для наших работающих. Все делает из того, чтобы люди у нас задерживались, люди у нас оставались и комфортно работали. Поэтому хотел бы пожелать им крепкого здоровья, удачи, процветания всем всеми. А как областной депутат, я хотел бы пожелать всему аграрному комплексу Брещины устойчивой работы, здоровья, удачи и процветания. Этот год прошел хорошо. Вот к Новому году дали новую машину. В семье все хорошо. На следующий год тоже, думаю, все будет хорошо. На новой машине, наверное, и зарплата будет больше, ну и без поломок, без ничего. В ООО «Столовой Чагра» я работаю всего лишь полтора года, но запомнился он мне тем, что не успел прийти дали погрузчик, а потом, когда началась уборочная кампания, мне предложили поработать на зерноуборочном комбайне. Ну, поработали хорошо, урожайность была хорошая. Ну, скажу так, что была и зарплата достойная. На будущее хотелось бы, ну, комбайн поновее. Ну, а так все хорошо. Работать в этом хозяйстве мне очень нравится. Поедем отдыхать, повезем детей отдыхать куда-нибудь за границей. Чтоб дети немножко отдохнули от суеты, от уршобы. Ну, и им что-то, чтоб заполнилось в этой жизни. Год был очень трудный, потому что, как и у любого молодого специалиста, это был первый рабочий год, это был первый год ответственности. Ну, мы доктора умеем выносить, делать выводы. Вот. И на следующий год, я думаю, мы сделаем еще больше, еще лучше. И для пациентов, и в плане развития. Работа над ошибками, она всегда должна быть, и она есть. Вот за этот год была большая мечта «Своя машина». Эта мечта исполнена. И следующий год — это большой евротур. В этом году, наверное, самое значимое событие, которое, благодаря президентской программе по развитию местных дорог, мы все-таки сумели заасфальтировать дорогу с Чернавчиц-Покры, потому что даже в советские времена это не получалось у нас. Кроме этого, отремонтирована дорога Висточи-Чернавчицы, Чернавчицы-Амелина. Благодаря дорожникам, начальник ДРСУ-138, поблагодарить его, как наш депутат районного совета, приложил максимум усилий для всего этого. 80 лет фармации тоже Чернавчицей не обошли, открыли новую прекрасную буквально на днях аптеку с 75-летию освобождения Республики Беларусь. Отремонтированы практически все памятники. Колоссальные вложены деньги благодаря нашим спонсорам, местным хозяйствам ООО «Чернавчицы» и «Рассвет». Активно развиваются населенные пункты, организовываются кооперативы, продолжается газификация, водоотведение, то есть жизнь бьет своим чередом и, можно сказать, ключом. Не останавливаемся ни на одну минуту для того, чтобы что-то не повышало жизнеобеспечение. Поэтому я в этом году еще хотел бы, в первую очередь, поблагодарить свою команду немногочисленную, которой мы станем за эти два года единомышленниками, понимаем друг друга с полуслова, своих депутатский корпус, потому что без них я никуда, конечно. Старосты очень активные, 13 старост. Это мои глаза и уши для того, чтобы все знать. Поэтому я благодарю всех жителей, которые неравнодушны, относятся к развитию территории сельсовета. И благодаря этому у нас число промышленных предприятий на тысячу населения считать больше, чем в областном центре. Ну, а что пожелать всем нам, чтобы было взаимопонимание в наших семьях? Потому что семья – это как государство. Есть взаимопонимание, все будет прекрасно. Для меня и для нашей семьи этот год оказался очень счастливым, потому что в этом году мы отметили десятилетие совместной жизни с мужем. И в этом же году совпало так, что мы 10 лет живем уже в этом хозяйстве, как получили дом в 2009 году. Также в этом году и в работе все хорошо складывается. Наше хозяйство добилось больших успехов. Мы все планы, намеченные, которые были поставлены, выполнили. И надеемся, что и в будущем году то же самое будет. У нас грандиозные планы на будущий год. Поэтому я думаю, что мы с ними справимся, потому что коллектив у нас очень хороший. Специалисты все грамотные. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. У меня сын родился. Первый год прожил в Белоруссии здесь. Мы сами не местные. Мы посвятили этот год воспитанию своему сыну. Организация дала нам вместо комнатки, как раньше, где я жил, отдали целый блок. Мы сделали там ремонт, красоту навели. Этим я радуюсь. Я счастлив, что организация помогает хорошо. Зарплата хорошая, достойная. Нам все-таки в этом году уже наконец-то удалось переломить ситуацию. И мы пошли в плюсы по производству, потому что погодные условия предыдущие годы, вот эта пятилетка такая была для нас тяжелая. Засухи постоянные. И 15-й, и 16-й, и 17-й, и 18-й год особенно такой был тяжелый. То этот год уже нас удовлетворил. И мы имеем такие более-менее хорошие показатели. На последних совещаниях нам даже отмечали, что качество льна или льноволокна на Пружанском льнозаводе такое же, как и во Франции. Прежде всего, перед нами стоит задача поставить и выполнить госзаказ по поставке льноволокна на Оршанский льнокомбинат. А оставшуюся часть поставить на экспорт. Ну, прежде всего, хотелось бы попросить у Бога хорошей погоды и на будущие годы, попросить всем труженикам хорошего здоровья, пожелать удачи всем в личной жизни, радости, успехов. Конечно, при всем этом хотелось бы поздравить и руководство, и района, и области, и республики с наступающим Новым годом. Особенно хотелось бы отметить или поблагодарить нашего председателя облсполкома Лиса Анатолия Васильевича в том плане, что нам, льноводам, была оказана хорошая поддержка в этом году в связи с засухой 2018 года, и заверить, что мы в будущем будем выполнять все возложенные задания, и ни один пояс пойдет по шелковому пути в республику Китая. Для нас, для работников культуры, лично для моего коллектива год был удачный. Было много предложений на проведение различных мероприятий, праздников, как для детей, так и для взрослых. 75 лет освобождения нашей Беларуси было в этом году тоже значимая дата для всех нас. И надеемся, что следующий год будет лучше, хотя этот был хорош, но будет лучше предыдущего. И всем хочется пожелать мира, счастья и добра в наступающем новом году. Всех с Новым годом! Ну, основное, наверное, то, что запомнилось для меня, для нашей семьи, наш младший сыночек Савелий, он пошел в первый класс. Уже есть небольшие, но уже какие-то достижения. Мы уже умеем читать, писать. Он вовлечен в различные кружки, ну, то есть хочется заниматься, и пока есть с энтузиазмом и радостью. Он ходит в школу. Ну, где-то мы помогаем ему, где-то он нас радует своими результатами. Ну, а также благодаря слаженной работе коллектива мы достигли в этом году очень больших результатов. Мы надоели 7 тысяч на корову, даже больше 7 тысяч на корову. Также у нас очень хорошие показатели по воспроизводству. На следующий год планируем закрепить полученные результаты, также их приумножить. Что касается семьи, хотелось бы, конечно, поехать куда-нибудь отдохнуть, привезти дома в порядок что-то, подремонтировать, подкрасить, поставить новый забор, отправить детей куда-нибудь отдохнуть, в санаторий, может быть, или в какой-нибудь лагере. Все так, как у всех людей. Прошедший 2019 год нес с собой определенные показатели, которые нами были выполнены. Мы добились больших успехов в работе нашего свиноводческого комплекса, определенных результатов добились в молочной отрасли. Может, в чуть меньшей мере порадовало растеневозство с его погодными условиями, но в целом год был положительный для предприятия. Что мы ждем в новом году? Новый год нам, наверное, принесет новые возможности. Что мы видим в этих возможностях? Ну, в первую очередь, это, конечно, учитывая то, что наше хозяйство расширяется, расширяется путем присоединения еще одного хозяйства в нашем районе. Ждем увеличения производства того же молока, на которое мы больше делаем ставку в последнее время. Надеемся, что сохраним темпы производства нашей основной отрасли – это свиноводство. Конечно, ждем о том, что, может быть, наконец-то погода будет нас приятен, что будутся все те наши планы и те наработки, которые мы вложили в 2019 году для того, чтобы добиться хороших результатов растеневозствия. А потому в новом году мы хотим в первую очередь поздравить наш коллектив с наступающим новым годом, а пожелать хочется каждому в первую очередь семейного благополучия, хорошего настроения, чтобы каждый день дарил только положительные эмоции. Пускай в каждом доме будет тепло и светло. Год знаковый юбилеем тем, что в этом году предприятию исполнилось 85 лет. Уже традиционным рынкам Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Азербайджан нам удалось присоединить новые рынки Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики. Стоит отметить, что в текущем году мы отгрузили более 1300 тонн сухих продуктов на рынок Китайской Народной Республики, то есть для нас это очень серьезная значительная цифра. И на сегодняшний день удельный вес экспорта составляет более 80% от общей реализации. Как продукцию, так и предприятия ежегодно отмечают на конкурсах качества, на дегустационных конкурсах. В феврале в рамках выставки Prodexpo проходила конкурс «Лучший продукт Российской Федерации, город Москва». Наша продукция получила золотые и серебряные медали. Не так давно предприятия отметили наградой «Лидер 2019 года». Предприятие отмечено дипломами конкурсов «Лучшая продукция Республики Беларусь». Накануне таких замечательных праздников, как Рождество и Новый год. Хочется поздравить абсолютно всех, и наших покупателей, наших конкурентов, наших коллег, абсолютно всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать светлого, спокойного будущего, здоровья семьям, здоровья детям и хорошего эмоционального, душевного равновесия и благополучия. Самое ценное, что у нас есть, это наши детки. С нашими детками построено наше будущее. Наши детки – это та надежда, которую мы ждем. Для коллектива этот год был знаменательным, потому что он всегда дает результаты в подготовке специалистов. И сегодня у нас было распределение среди техников-электриков. Я могу буквально по свежим следам сказать, мы всех выпускников, 46 человек, распределили на первое рабочее место. У нас нет в колледже такой ситуации, что кому-то из выпускников мы не дали первое рабочее место. А все-таки каждый год мы пускаем более 200 новых специалистов. Пшеница, а это критикалы. Так, теперь пошли хлеба второй. Грубо рядышком в этот же рядочек ставим. Это что, гречника? Правильно. Теперь давайте бабовая культура. Второй ряд ставим бабовая культура. 97 человек учащихся у нас работали в стройотрядах, и штаб студенческих стройотрядовских дел стал лучшим в Брестской области. Наши учащиеся буквально на прошлой неделе с республики привезли диплом первой степени, учащийся Пстыха Никита, как специалист, техник, электрик. А команда привезла третье место. Наша учащаяся, участвуя в конкурсе, лучшая учащаяся ССО, привезла две номинации, как лучшая среди учащихся по мнению зала. Заняло второе место, а вообще коллектив колледжа постоянно показывает стабильные результаты в подготовке специалистов, и не только в подготовке, и в конкурсах по декоративному творчеству, и по художественному творчеству. Вообще у нас в колледже одна команда. Команда, которую разделить нельзя на детей и на работников. Мы распределили всех, мы набрали всех. То есть у нас нет проблем с набором в учебное заведение. Это коллектив с почти полутора тысячным количеством людей, учащихся и работников колледжа. Поэтому здоровья коллективу, успехов нам всем и удачи! КОНЕЦ 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 Но в целом итог будет хорош. 106%, 106,9% мы получим балловой продукции при задании, 105,6% сработали хорошо как в отрасли растеневодства, так и животноводства. Более 120% в растеневодстве получили зерна, более 120% получили к предыдущему году рапса. Достигли 6000 рубеж по удою молока на корову. Область является лидирующей в производстве вообще в целом животноводческой продукции на уровне республики. И что ожидает в следующем году? В первую очередь завершение строительства ферм, которые мы построили согласно указу президента, а это 11 ферм с высокой степенью готовности. Помимо этого по областной программе построили 17 ферм. Это даст перспективу, это дает надежды на рост дальнейшей производства животноводческой продукции. А это как результат, это финансовые средства, которые пойдут в первую очередь, конечно же, на выплату заработной платы и дальнейшее развитие. Неплохой задел в растеневодстве сделан под урожай следующего года. Больше предыдущих лет посеяно на 4% озимых зерновых. На сегодняшний день благоприятные погодные условия складываются для проведения полевых работ. Мы вносим на сегодняшний день органические удобрения, ведем подготовку почвы под яровой сев, вносим минеральные удобрения. ПОЮТ 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 С праздником вас! С наступающим Новым Годом! ПОЮТ 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 ПОЮТ